Сегодня расскажу о своей книге, которая вышла, вот только что я получил авторские экземпляры, Завет темных веков называется, и посвящена она концепции Освальда Шпенглера, хорошо известного и популярного до сих пор немецкого философа. Я поставил себя на место человека, который думает покупать, не покупать эту книгу, все-таки довольно дорогое удовольствие, кому захочется ее получить, тот может обратиться на электронные ресурсы, прежде всего на электронный сайт издательства «Книжный мир», легко найти в поисковике «Набрать книжный мир», зайти на этот сайт, увидеть либо на первой странице, там еще пока висит эта книжка, либо найти по автору, зайти в авторы, найти мою фамилию, под моей фамилией там высветятся все книжки, которые есть на сегодняшний день в издательстве. Это нетрудно сделать. Ну и допустим, вот на прилавке лежит книга, кто-то смотрит на нее и замечает издалека что-то знакомое, вот такой лысый человек с тяжелым взглядом. Что бы это могло значить? Один подумает, что может это какой-нибудь криминальный авторитет, а другой, зная это лицо, узнает и Шпенглера. И заинтересуется тем, что вот это лицо появилось на обложке. В какой причине? Кто такой вообще Освальд Шпенглер? Я думаю, что все-таки большинство интеллектуальных читателей знает, но вот кто из них прочел целиком вот этот двухтомник, вот тут он у меня лежит, первый. Второй том, еще книжка недавно тоже вышедшая на русском языке, Шпенглер «Воссоздание германского рейха», но имеется в виду, конечно, не нацизм, потому что он до тех времен едва только дожил. Это публицистика в 20-х, начало 30-х годов. И «История и политика» – это сборник политических статей, недоделанных статей, исторических разработок. Жаль, что времени у философа не хватило. Вот я думаю, что у меня как раз хватило времени заняться. Я с удивлением обнаружил, что Шпенглер занимался мекенской цивилизацией, и мне тоже довелось этим заниматься. Он, к сожалению, свою книгу не закончил, только начал такой громадный проект, и там виден замах просто фундаментальнейший. Но ему не хватило второй жизни. Мне пока хватило, и вот эта книжка в продолжении мысли Шпенглера, не обсуждение его мысли, хотя тоже обсуждение есть, но главный герой здесь не сам Шпенглер, а его мысль продолжена, и вот это продолжение стало основанием этой книги. Ну, по сути дела, здесь нет повторения Шпенглера. Здесь есть указания на некоторые мысли Шпенглера, которые дальше развиваются из заложенного у него первого истока. Ну вот, посмотрел человек на эту книжку. Видит, ну, там имя автора Андрея Савельев, мало, наверное, кому что говорит, но имя Шпенглера хотя бы что-то говорит, еще ниже написано к столетию выхода книги «Закат Европы». Закат Европы, Шпенглер, все-таки это гораздо известнее, чем фамилия автора, тем более фамилия довольно распространенная, конечно, ни Смирнов, ни Иванов, но, тем не менее, десятки тысяч людей носят эту фамилию сейчас, и много известных людей носило в прошлом. И далее «Завет темных веков». Вот название, на мой взгляд, несколько интригует. Интригует, что за темные века. Ну, кто изучал историю, как раз знает, что после микенской цивилизации наступили темные века, и только из этих темных веков вышла классическая древняя Греция. Сначала архаика, а потом только подошли к тем классическим образцам, прежде всего, тем, которые мы визуально можем рассмотреть в музеях, вот вам классическая Греция. Но между двумя цивилизациями были темные века. Вот «Завет темных веков». Ну, вот, книгу не открывают, чаще всего, но иногда переворачивают и смотрят, кто тут написал. Андрей Савельев, писатель, доктор политических наук. Меня тут, правда, напрасно профессором назвали, такого звания я не имею. Короткая аннотация, ну, в общем-то, она ничего особенного не привносит. Можно понять, что действительно на основе Освальда Шпенглера многие из философских размышлений с средней давности к настоящему времени провернуты, но самые фундаментальные прогнозы оправдываются и не внушают оптимизма в расчете на 21 век. И вот автор, здесь мне понравилось, что издательство это разместило, автор книги призывает к мужеству в условиях гибели цивилизации, призывая стоять до конца, как 300 спартанцев в фермопилах. Опыт античности широко привлекается им в книги, изданные в год, когда исполняется 2500 лет фермопильскому сражению. Но это прошлый год, к сожалению, об этой дате 2500 лет, ну куда уж круглее, не знает практически никто. И как я понимаю, даже греки мимо этого прошли просто так, мимоходом, мимо делом. Я туда направлял письмо, они даже не отреагировали никак. Но это к слову. Дальше человек, решающий вопрос покупать ли ему эту книгу за довольно большую сумму. смотрит, как я бы решал этот вопрос, я бы посмотрел оглавление. И посмотрел здесь, какие здесь есть разделы. Мир природа, мир культура, мир религия, мир история, мир политика, гибели Европы, социальность без социализма, русские времена решений. Вот это основные главы, которые имеют еще и подразделы, во многом тоже интригующие. Многомерность числа, иррациональность и трансцендентность за пределами чисел, разметка времени, пространство, время и субъект, ну и так далее, и так далее. Переживание смерти, природа и судьба, такт и ритм, что тут? Светомир и кажемость, надматериальное, лого скульптуры, архетипы и душа, узости ширины, я так пропуская, просто наугад вычитывая, Христос и политика, путь истины или мировая пещера, священник между казуальностью и расой, историзм сверхчеловека, иссякающая мысль, аналогии над переломой истории, развитие государства и его сущность, миссия аристократии, жрецы золотого тельца, европейская идентичность, живая империя, смысл марксизма, на грани жизни и смерти, две тирании, грядущая война, вот такие разделы, каждый из которых, такие подглавки, каждая из которых может быть превращена в целую книгу, и мой замысел, мой расчет был в том, чтобы плотность написанного была такова, примерно такова же, как у Шпендлера, то есть, чтобы там действительно в каждой строке, может быть не в каждой строке, но в каждом абзаце, был зародыш некоего дальнейшего развития знания и понимания природы, человеческого общества, принципов познания, то есть, на самом деле, философской мысли. Философская мысль на этом и основана, и мне кажется, как раз Шпендлер, он не вполне классический философ, там, где есть систематика, на самом деле, мысль умирает. Если взять Гегеля систематизировать, как очень любят делать философы, то лекции превращаются в такой абсурд, что лучше бы их и не было. Это живая мысль, можно сказать, даже публицистика, если вы читаете Гегеля, и то говорят, что очень плохо переведен. Вот, как бы, классические переводы Гегеля очень поверхностные. Но там есть система, которую высасывают, вытаскивают из многостраничных сочинений, и эту систему начинают рассказывать. В системе всякая мысль умирает. Все-таки философия – это еще и определенный язык мудрости, который не только излагает какие-то мысли, но и соблазняет других эту мысль продолжать. Жить с этой мыслью, обдумывать ее, может быть, излагать свое собственное понимание прочитанного. И следующий, последний метод, который я использую, думаю, что и другие читатели берут, открывают книгу и на любой странице начинают что-нибудь читать. Вот я специально не делаю, на произвольной странице останавливаюсь и произвольно читаю. Глубочайший упадок современности – это исчезновение мужской истории. Шпенглер пишет о бабских мыслителях, утопистах и доктринерах, чурающихся политики, проклинающих войну во всех ее видах. Причитание, лишь бы не было войны, и вполне допустимое для женщины, в устах мужчины означает отказ от своего долга. В конечном счете, даже при самых благоприятных условиях, гибель мужской истории означает фригидность, старение цивилизации и вымирание. Можно таким образом рассматривать, о чем здесь, собственно, написано. Не знаю, возьмем еще там, где-то ближе к началу, например. Социальные науки ломает вовсе не философский саентизм, а идеология просвещения, которая доносила до образованных слоев относительно исторически-локальное знание как высшее торжество человеческого разума. Упрощенная картина мира нравилась тем, кто считал мудрость веков излишним грузом. Революция сознания выбрасывала на помойку прошлое, в котором видели только мракобесие, в особенности, если речь заходила о Средневековье, которое до сих пор прочно ассоциируется с некой тьмой. В альтернативу просвещение считалось светом. Между тем, именно просвещение, не дав широким слоям населения даже начальной образованности, отбросило прежде просвещенные слои в мрак незнания закамуфлированного, детерминированной под ньютонскую механику картины мира. И еще поделюсь таким ощущением, уже авторским, не становясь на место читателя, а оставаясь на месте автора. Вот насколько проще я даже несколько завидую лекторам, которые каждый год читают одни и те же курсы и повторяют одно и то же, но с какими-то, естественно, творческими вариациями, с какими-то дополнениями, отклонениями и так далее. Хороший лектор, он, конечно, не бубнит все время одно и то же, он творчески подходит к своей теме, но он закрепляет, в том числе, и в своей собственной голове, постоянно повторяя одни и те же темы. И гораздо сложнее автору удерживать в голове все то, что написано. Вот здесь сколько страниц? Здесь 670 страниц. Ну так, без малого, 7 сотен страниц. Толстенная книга. Удержать в памяти это невозможно. Абсолютно невозможно, тем более, что язык книги и язык лектора разные. И поэтому автор отпускает свою книгу как творение, которое уже ему не принадлежит. Потому что пересказать книгу абсолютно уже невозможно. Она появляется на пике владения темой. А в дальнейшем проходит месяц, два, год, десять лет. И человек уже переключается, автор книги переключается на какие-то другие темы. И уже забывается то, что написано. Я бы сказал, что читая, вот уже сейчас я закончил книгу летом, а читая зимой то, что здесь написано, я иногда удивляюсь, неужели это написано мной. Не потому, что мне кажется, что это неправильно или плохо написано. Конечно, еще раз бы писал бы, может быть, еще раз бы отредактировал. Но кажется, что еще дальше можно продолжить мысль. Книгу из семи сотен страниц можно превратить как Шпенглера в двухтомник, если заниматься только этой темой. Но мне Бог дал заниматься разными темами. И самые фундаментальные темы, история Древней Греции, Юдаика, современная история, история большевизма и так далее. Этим я занимаюсь и, слава Богу, успеваю. Успеваю за свою жизнь освоить многие темы. Но вот эта книга для меня является, можно сказать, пиковой в моем творческом процессе. Никогда ничего подобного. То, что я мог бы поставить рядом с этой книгой, я уже точно не напишу. Это максимум возможного, что я мог извлечь из своего интеллекта. И максимум того, что Господь Бог мне дал. Поэтому своим друзьям, знакомым, читателям других моих книг, я рекомендую именно эту книгу. Прочитать ее, наверное, будет не так просто, как и Шпенглера. Мне надо было, чтобы эту книгу написать, 15 лет его читать. Естественно, не постоянно читать, а постоянно обращаться к нему. То и дело с большими перерывами, иногда на год-два. То есть сразу, наверное, не прочтется эта книга. Но ее можно читать долго. Ее можно читать, можно сказать, обращаясь к ней всю оставшуюся жизнь. Так же, как к некоторым книгам стоит обращаться. К русской литературе, например, перечитывать выдающихся русских писателей, гениев русской словесности. Это нормально. Это нормально, это хорошо и правильно. Потому что в каждом возрасте находишь в них что-то свое. И читается легко. Философский труд для тех, у кого философская мысль порождает некие свои переживания, собственные переживания. Может быть, это книга для писателей, мыслителей, может быть. Но и для обычных людей, которые любят размышлять. То есть философия, как любовь к мудрости, может быть предметом занятий и многих людей, которые не пишут книги, специально философией не занимаются. У нас вообще философская нация, русские, это философы наряду с немцами. Немцы, можно сказать, что сейчас утратили у них как бы и беда в том, что вместо философии появилась вот эта либералистическая мысль. И, собственно, философии у немцев осталось очень мало. А у русских философия была оборвана, обрезана большевизмом. И большевистское коммунистическое начетничество вот это выдавало за философию. И сейчас как раз время философствования такого, которое как бы догоняет то, что не смогли сделать предшествующие поколения, которым было запрещено философствовать. Тем более, что сейчас время, когда запрещено заниматься политикой. То есть просто под угрозой смерти. И мне тоже, я переключился невольно, но, может быть, по Божьей воле переключился с текущей деятельной политики, которая предполагает конференции, семинары, съезды, митинги, шествия, переговоры и так далее. Все это запрещено сейчас действительно под страхом смерти. И предателей очень много. Поэтому даже политика, которая не делается публично, тоже под большим вопросом. Вот я переключился на философскую, историческую мысль. И это дало мне смысл моей собственной индивидуальной жизни. Может быть, я через свои книги кому-то тоже сообщу смысл жизни. Смысл жизни в интеллектуальном творчестве, в размышлении, в любви к мудрости, в знании, в любви к знанию, к истине. И пусть они там бесятся, эти кремлевские бесы. Пусть они грызут друг друга, пусть они друг друга устраивают специальные условия существования. Вот им надо все там жирнее, более яхта больше, дворец огромнее, подлость пространнее и так далее. Это их жизнь, которая нас не может совершенно устраивать. Там завидовать нечему, потому что наказание-то за вот эти уже совершенно бессовестные грехи придет, оно приходит, регулярно приходит. Только они, к сожалению, не всегда могут понять, что это Божья кара пришла, а не какое-то случайное несчастье. Несчастье будет со всеми подлецами мелкими, которые там гадят в интернете, пишут подлости, ругательства, поливают тебя грязью и так далее. Божья кара придет, аз вас дам, сказал Господь. И к этим тоже Божья кара придет. А нам нужно жить жизнью праведной, где любовь к людям и любовь к истине является основным содержанием. А все остальное, материальное, оно как бы прилагается к этому, для того, чтобы можно было мыслить и творить. Нужны какие-то материальные условия, они создаются по ходу дела, но не они являются главным. Желаю моим читателям, друзьям, слушателям обретения смысла жизни, поддержания смысла жизни. Слава Руси! Господи спаси!